Постоянно в таком режиме ты там находился. Постоянно меня и сейчас. Посмотри, почему этот ящик и сейчас еще как вытягиваю. Пусть он смотрит. Потому что достало. Просыпаюсь, снова накачиваюсь, могу жить. А так в нуле. Сколько времени я там был? Тысяча лет. Ну да. Пусть малыш смотрит, как работают руны, как работают пространства, которые в меня транслировали. И это все нужно убирать. Как-то это таким образом я вижу. Знаешь, вот если Тор вот так вращается, это наоборот в тебя вот так вот все шло. внутри этого ящика как по-другому. Обратная полярность всего. Да. В зеркале. На стирании меня мои сути. И при том это циклично было. Вот постоянно замкнутый цикл. Вот так вот. Это постоянно тебя стирало. Чтобы суть сознания и суть. Не знаю, если душа у кона, там все это стиралось. Соответственно, проекция в большом коне тоже стиралась. Созидание прекращалось. И вот эта падла еще работает, надо это убрать. Где-то ящик веечески. Какая-то планетка чахла очень. Какой вселенной? Та, которая перед нами. Ну да, там она им не выкинула. Фиолетовое небо, совсем фиолетовое, розово-фиолетовое. И как есть растительность. Странно. Живности нету, людей нету? Нет, не вижу там такого. А то она уже расколошматерет. Ну, терни синего. Хорошо, дергаю. Как у него дела? Чем заняты все? Бороду отращивает. Зачем? Не знаю. Вот что сказал, то повторила. Что такое борода? Сила, авторитет, мудрость. Хорошо. Себе отращивают? Говорит, что да. Хорошо. Реально джинами станут. Покажи ему ящик. Спроси, что это? Он говорит, что это как фокусник. И есть, и нету. Он говорит, что распилить можно и собрать можно. Он говорит, что это многие мастера делали. А зачем? По заказу. Сколько таких вы сделал во всей Вселенной? Во всех Вселенных? Ящиков больше нету. Странно. А этот, почему остался, а на другие нет? Для других не использовали таких ящиков. Сколько там квантовых компьютеров? Пусть скажет. Четыре, он говорит. Четыре. А что делал каждый из них? Вычленял какие-то возможности. Они работали не на созидание, а на то, чтобы из всех вариантов убрать все, что можно убрать. Чтобы оставить какие-то определенные. Всегда только худшие, да, на всех. Как они были расположены? Пусть показывают. Один сверху, как у тебя перед лицом. Вот так вот. Угу. Один снизу ты на нем лежал. И два вот как-то плавали. Я не понимаю, как. Угу. Хорошо. А что они делали с пространством над моей головой? Они отрезали тебя от всего. Это нужно было поглотить полностью, чтобы никакая частица тебя не вышла в открытое пространство. Чтобы был закрыт сам доступ до других пространств. Твое божественное нужно было отсечь полностью. И как, ну, закрыть. Ну, как, не знаю. А под задницей, что там, какие конструкции? Как это работало? Пусть расскажет. Тот, который под задницей у тебя был, он перенаправлял потоки. Он на восходящем потоке, и он двигал как туда и вот на, ну, в обратную сторону постоянно. Я это как ножи постоянные, так режущие, как ножницы чувствую. Почему он еще работает? Как в позвоночник вживилась эта программа? Как это убрать? Оно умничает, что вместе с позвоночником вырезать песок. Он прилетел, копается что-то в спине. Потому что начал кучу вариантов мази, при парке и все прочее, но я ему сказала, что ты не очень шутишь. И он побежал посмотреть, что там можно сделать. Прям прилетело такое облачко и там копается. Это программа, которая тебя в ноль скачивает постоянно. Перезапускает твои потоки на чудо и назад все полностью стирает. Спроси, как программа может быть без квантового компа? Он говорит, что она не может быть без квантового компа. Он говорит, что только какое-то время она может быть. На тысячу лет она еще рассчитана. Когда ты лежал, ты ее как аккумулировал и заряжал. А потом уже даже не то, что он находится, этот квантовый комп, но она уже запущена. Пусть идет в момент создания этих программ, квантовых компов и меняет на противоположное. На развитие, обучение, гармонию. В общем, все. Не может поменять? Стирает просто. Он говорит, что стирает просто. Потому что если поменять эту программу, тогда ящик взорвется, и тогда для тебя было бы небезопасно там лежать. Ну, логично. Хорошо. Пусть стирает просто. Вот простое решение. Если он такой тупой, что его не нашел, нахер он нужен? Как и все они. А если он умничает, он издевается. Это еще больше чревато для них. Вот спроси. Какой это вариант был? Нет, он... надо мной, либо он тупой. Он просто объяснял, говорит. Я просто сделаю вывод. Из таких объяснений. Если он умничает, ставит себя выше, он реально пойдет выше. Там он сгорит. Он же выше меня. Если он враг, не хочет, чтобы мне ничего не получалось, не хочет помогать, не только враги, я его сотру. Нет, он говорит, что это еще частица воздействия, но он не враг. Пусть избавляется, потому что если частица, это еще раз проявится, я могу позволить частица своего воздействия проявиться. И тоже буду не виноват. Это ж не я, это ж красно-черный. Ему все понятно? С позвоночника что-то убирают внизу, там, где крестец. Да, я чувствую, аж тепло. Сливающие программы, как мыши, катетер. Постоянно все вытекало, говно заливаться. Копчик пусть смотрит ниже, все соединяет, восстанавливает, как было. До ящика и до даже роя. По возможности. Первый этап, как было до ящика. Естественно, без подключек роя. Мне не обязательно все повторять, что он говорит? Обязательно. Говорит, что если сделать так, как было раньше, значит, вот туда под жопу нужно меня присобачить. Или какую-то часть материи. Это я сам разберусь. Вот материю, да, какой-то контакт стоит. Да. Ну вот именно об этом. А если я ему дам по морде, это можно делать? Можно. Один раз можно. Что-то делал. Не, он любит. Ладно. Кто еще над нами так потруднит? На таком уровне и о таких вещах. Кто еще знает, кто я и кто ты? Да, скоро все узнают, где он может. Пока ладно. Он по-доброму. Но он, в принципе, прав в какой-то мере. Нужна туда часть материи. Восстановить, да. Да. Вот он это сказал так, но не очень, но это... Он прав, да? Да. Ну пусть как-то контакт, пусть часть моего позвоночника, копчика, идет, оттащит в ту вселенную. Связь будет какая-то. Маленький кусочек. И наоборот. Маленький кусочек той вселенной мне. Копочку. Она почему-то... Она почему-то еще как мертвая. Это не совсем хороший вариант, она говорит. Пусть восстанавливается хорошо. Ну тогда с этой вселенной пусть восстановится. Контакт будет. Надеюсь, этот кон не заревнует зритель. Это временно. Не и так права больше, чем у него. Он с той вселенной восстановит связь. Так будет более для тебя благоприятно. Не я это тебе нужна. Хорошо. Хорошо. Крова закруглилась. Открывается. То я своей волей прям действовал. Тут как-то гармонично сейчас будет спокойнее. Да, ящик веселый был. Тысячи лет веселухи истираний. Бессилия и веселых картинок. Что там транслируется? Там же не просто квантовые компы. По всех сторон обрабатывали. Реальности задавали. Там что-то еще было? Пусть расскажут. Сейчас. Да, все восстановил. До сих пор ведь действуем. Больно. Да, он сделал это. Прости, ты про картинки спрашивал. Как вообще это действует? Потому что у меня... Хочу понять, что было и чтобы это восстановить. Поточнее, что восстановить. Что? Себя. Как там это стирало? Откуда транслировало все? Он говорит, что там в ящике какие-то потоки закручивались в другую сторону. И это всего лишь действовало в замкнутом пространстве на стирании. Он говорит, что на самом деле ты не ощущал, где стенки, где дно и где верх. Это я в курсе, как пустота везде глобальнее, большая пустота. Да. И не было вот этой формы своей не чувствовал. Он говорит, что это реальность, которая покруче, чем любой квант может создать. Это квант плюс магия. Вот магическая часть. Что там было добавлено? Какой-то дурман постоянно. Дурман, дурман, да, он достал. Вот какой-то как... Вот в мозгах постоянно вот этот дурман какой-то. Ты не мог даже думать ни о чем. Воздействие шло настолько на мозг, что ты не мог собраться с мыслями. Ты не мог понять, что нужно вот поднять руки вверх и крышку эту сбросить как-то. Вот ничего этого не было. Угу. Иглы в сердце, в грудь, в жопу, с ней и сверху. Да. Не мог собраться реально. Вот это вот нужно убрать влияние магии. Как это убрать? Показывает мне что-то. Как в мозгу, в каждом клетке. Клеточка мозга и там мешочек какой-то темный из-за этим дымом. В каждую клетку. А откуда дым взялся? Разорвало. Как от боли разорвало каждую клеточку и туда внедрилось что-то. Туман какой-то, дым какой-то, что-то. Ну пусть припограммируют дым на лечение, на помощь, на добро, гармонию. Откуда этот дым-то взялся? Он говорит, что это магия. Да, они теряются. Чья магия? Глупый вопрос. Он говорит, что это те болота, которые там, где раньше жили Медузы. Ядовитые болота и это... Ну это они сделали. В той среде. Да. Но это для нормальной вселенной ядовитые. Почему они стали ядовитыми-то? Все, что в Торе, но он для меня никогда не был ядовитым. Почему она стала ядовитым? Потому что я его зарядила для другой программы. Они... Да, это он может. Они были, имели свойства проникать. Как туман, который мог действовать как галлюциноген. Он просто проникал внутрь и менял реальность на ту, которая была запрограммирована. Они тогда добавили какой-то вирус, и оно стало то, что именно удерживало как галлюцинации в одном каком-то ключе, в состоянии, в состоянии чем-то. веселое было. Веселое. Иногда еще на кадре. Восстановить вот его и тварьку положить. Если будет что-то пласть. О, пусть масонов это состояние вложит. Сознание тварей. Во все районы. По кусочку этого туманчика? Да, из меня вытащат и в общее сознание масонов. Пусть они будут. Особенно высших. Там Рокфеллер, Покажи, Бароха. Угу. А эти компы надо вырубить. Тотянусь сам прям почти физически сломаю. Пока, спасибо ему. Ушел. Да, да. Тотянусь сам. Субтитры сделал DimaTorzok